Сегодня ровно два месяца широкомасштабного вторжения государства, военного преступника и агрессора. За два дня он планировал захватить Киев, а за пять – всю Украину. И вот прошло два месяца и сейчас имеет то, на что явно не рассчитывал. Главным результатом является не та война, которую планировал, и точно не та, которую ожидал. Уже сейчас он имеет настолько фантастические потери, что таких никто не видел после Второй мировой, а Московия и подавно. Потери перекрыли все, что Савок и Рашка потеряли в афганской и чеченской компаниях вместе взятых, а ведь они шли почти 20 лет. Здесь этот успех достигли за два месяца. Причем афганская война стала одним из факторов, который привел к развалу СССР. Такие потери не с чем сравнивать за почти 80 лет со времени окончания Второй мировой. Не сегодня-завтра счет уничтоженных танков перевалит за 900 единиц. В это количество входят как только изготовленные машины, так и после модернизации с использованием узлов и агрегатов, поставленных оборонными предприятиями Франции и Германии. Правда, те же французские прицелы установлены и на легкой броне, например, БМД и БМП. Их уже уничтожено более двух тысяч. Большая часть техники, которая использовала тихий саботаж санкций, продемонстрированный двумя странами-лидерами Евросоюза, уже утилизирована, и противнику приходится вводить то, что осталось. А количество уничтоженных танков больше, чем стоит на вооружении тех же Франции и Германии вместе взятых. Такой же разгром терпит и авиация противника. Почти 180 самолетов и более 150 вертолетов за два месяца уже внушительные цифры. Это при том, что Путин неоднократно рассказывал, что опыт боевого применения авиации в Сирии ставит ВВС РФ в ряд сильнейших в мире, и даже американская авиация позади. Сейчас еще можно найти данные о том, что после 2014 года в Катабстане началась реорганизация боевой авиации. Тогда ВВС переименовали в ВКС. Воздушные армии стали организовывать в территориальные привязки к военным округам, особенно на западном направлении. Вот ссылки на статьи, названия которых предполагало описание структуры и численности этих армий. Все уже удалили. Неудивительно, счет потерь категориями воздушных армий не по финшую даже там. Пушечное мясо бабы еще нарожают, а вот авиация другое дело. И стоит каждая единица от 15 миллионов долларов за ударный вертолет до 40 за новейший боевой самолет. А только за вчера наши военные сбили 17 воздушных целей, включая три самолета Су-34, Су-35, Су-25, пять крылатых ракет и остальное беспилотники типа Орлан-10. Такое знать макшанской черни ни к чему. И поэтому доступ к десятку сайтов просто закрыли. За Раша-флот ВСУ взялись недавно. Но о том, что из этого получилось, уже знает весь мир. Если уничтожение большого десантного корабля у причала в Бердянске и серьезное повреждение еще двух можно было списать на удачу, о чем писали военные эксперты макшанских болот, то уничтожение флагмана флота во время боевого выхода примерно в 50 милях от Одессы уже никак не уложить в рамки случайности. Это ситуация мышеловки. В самой Помойной Федерации понятна причина гибели корабля. Это знают моряки-оккупанта, знают гражданские, но в телевизоре рассказы о курении. Даже там, в пылу полемики, когда надо поднять градус ненависти, пропагандоны открыто говорят о том, что крейсер был уничтожен. Правда, никто не решается рассказать, что уничтожение обеспечили украинские ракеты. Осознание того, что это корыто потопили наши не птуны, а не натовские гарпуны, им выносит остатки мозга. Два месяца прошлись по военным преступникам, которые украдкой посматривают на фотографии Гааги. Где-то в скрепных глубинах они питают надежду, что придется пожить в этом городе, хоть и без возможности посмотреть пейзажи. В противном случае, все гораздо хуже. В стандартной ситуации они чувствуют себя более-менее уверенно, хоть и увольняют сотнями свою прислугу. Но это пока там еще не произошли события, которые распахнут окно возможностей. Тем не менее, на их территорию уже выдвинулись группы хедхантеров, в прямом смысле, они отработают быстро и окончательно, без Гааги. А эти военные преступники даже вид имеют такой себе. Смотрите сами. А вот как выглядит работа фюрера Помойной Федерации. Мыслитель и злой гений, который прямо сейчас кропает план захвата галактики, или скорее рисует план. Видео по ссылке смотрите полностью. Попердолила уже не только деда, но и всю челядь, которая чувствует, что их фамилии уже в определенных списках и нигде не спрятаться от большого спасибо, которое им передадут обученные и хорошо подготовленные специалисты. Так выглядит Дмитрий Медведев, позывной «Ночная уточка». Он взял образ царя Кули номер два, и если что, в гробу его зафотают как царственную особь, и так оригинально он войдет в историю вперед ногами. Прошло два месяца, и вместо лавров победителя в Блицкриге они примеряют белые тапки и всякое из пластика и картона, чем украшают могилы. Похоже, что Путин понял, зря они шойгу запилили жертвоприношение перед вторжением, сожгли орла и медведя. Не помогло, как не помогает обряд особого доклада обстановки, который недавно сняли на камеру. Так что к камере они привыкли, только не к той. Вот только ямка в земле ждет и скучает. Скучают певцы, ансамбли, армейцы и воздухоморфлотовцы. Все готово. Смола, сера, котлы. All inclusive. Обслуга на чай не берет. Субтитры создавал DimaTorzok